Русофоб у меня революционер, значит дегенерат. Всегда. Неважно в какой направленности революция, что они пытаются подстроить и так далее. Это дегенераты всегда физиологические, моральные, неважно. По всем фронтам. Парни, я и знаю, что Fallout запускается, я это вижу, но я уже не буду сегодня играть. Мы начнем завтра в 6 часов вечера, когда народ соберется. Даже не просите меня его сейчас запускать, я не буду этого делать. Можете не писать мне об этом. В японской порнохе очень странные поцелуи, больше похожие на попытку сожрать язык друг у друга. У японцев поцелуи от своя традиция или они неумело передрали европейцев? Скорее всего комбинация обеих этих вещей. Передрали и своя традиция, там наложилось что-то. Сомневаюсь, что у них не было вообще ничего похожего на поцелуи до того, как европейцы завезли традиции. Мне кажется, японцев вообще, это может быть связано с тем, что они несколько нелепо в своих движениях. То есть, у них как-то с координацией, я вот замечал, какие-то так, они двигаются не как европейцы. То есть, они какие-то вот, они даже, знаете, не целуются, они как будто, как будто вот, я не понимаю. Возможно, они насмотрелись действительно каких-то фильмов, пытаются копировать, но мы не знаем, как выглядели там поцелуи до этого в Японии. Наверняка они как-то проявляли друг друга внимание и так далее. То есть, тут трудно сказать. Здесь надо прямо очень хорошо шарить за все это. Но где мы можем видеть японские поцелуи вообще, в принципе, да, кроме опять-таки японской порнухи? А там, там не только поцелуи выглядят как попытки сожрать лицо друг друга, там вообще, в принципе, весь секс выглядит как попытка сожрать, обливать друг друга там и так далее. То есть, это отвратительное зрелище. И неудивительно, что они там лобызаются. Я видел европейское порно, где целуются как животные. Поэтому я уверен, что если посмотреть какую-нибудь японскую мелодраму, типа Титаника, где там главные герои мило очень целуют друг друга в губы, то, наверное, 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 это выглядит намного лучше, да? Чем то, что мы видим в каком-нибудь там аналоге Two Girls One Cup. Ну, вполне возможно, да. Ты согласен с тем, что людей нужно ненавидеть не из-за цвета кожи, а из-за уровня развития? Я согласен с тем, что нет смысла ненавидеть кого-либо по какому-то признаку, кроме, знаешь, типа, если ты лично... Я могу ненавидеть, например, ну, не знаю, допустим, я ненавижу, чтобы никого не оскорбить, я ненавижу португальцев, да? Вот. Но, тем не менее, мне нужен, скорее, все-таки конкретный португалец, да, чтобы ненавидеть его. То есть, ну, тупо ненавидеть всех. Не знаю, как это объяснить. Это не то, что каждый человек может хорошим и плохим быть. То есть, возможно, все португальцы мудаки, но я предпочитаю ненавидеть людей по отдельности, да? И обычно я не ошибаюсь, да? То есть, если я говорю, что все португальцы мудаки, скорее всего, я не встречу охренительного португальца, да? То есть, скорее всего, любой португалец, с которым я буду общаться, полнейший мудак, который вот такой, какой он и есть. Но, тем не менее, если есть португальцы, и я их не знаю, да, мне наплевать, что они мудаки. Ну, то есть, вот, есть целая страна мудаков, Португалия, да? Вот, они все мудаки конченые просто. Ну, я просто привел португальцев, потому что всем насрать на португальцев. Если бы я заменил португальцев, честно, любую, да, меня бы нацистам тут объявили, но всем насрать. Все понимают, что португальцы, они не мудаки, там, никоим образом. Я считаю, что, да, все португальцы мудаки, но мне наплевать, да? То есть португальцы-мудаки там у себя в Португалии, мне наплевать, меня это никак не касается, зачем тратить лишние нервы, писать там посты ВКонтакте по поводу того, что португальцы-мудаки, ходить на сходки, собираться на марши против португальцев и так далее. Конечно, меня может напрягать, когда португальцы едут и живут там повсюду, у меня там где-нибудь на районе, там везде португальцы, вот это меня может бесить, но тем не менее, даже это меня не трогает, наверное, когда потом какой-нибудь португалец трахнет меня в задницу, изнасилует на улице или выгонит меня из дома и заселится в нём, потому что португальцы заполонили всё, то, наверное, я буду... Да, вот я думал об этом, я же говорил, что португальцы мудаки, но конкретно, когда меня никто не трогает, и я не знаю конкретного португальца, который меня прям вот именно он раздражает, да, то есть какой-нибудь, вот, вот, даже пусть это будет публичная фигура какая-нибудь, типа глава португальцев какой-нибудь мерзкий вообще чмошник, этот португалец главный какой-нибудь, который меня просто на диком морозе там, урод, но я здесь все равно, он меня никак не касается, вряд ли я его когда-то увижу там, типа он у себя там где-то там. Сидит и не насрать на него. Вот если есть какой-то конкретный португалец, тогда это другое уже. Что плохого в инвалидках-то? Ничего. Кстати, да, это звучит немного обидно. Может подумать, инвалидки не люди. Нет, я не это говорил. Я говорил, что мне трудно возбуждаться на женщин с повязкой кутузовской. Это другое, господи. Причем тут это. У каждого свой фетиш. Возможно, блин. Господи. Что вы пытаетесь меня каким-то уродом сделать? Самирит, спасибо за подписку. Инвалиды люди. Я могу себе даже представить, что я живу там с одноглазой женщиной или с одноглазой. Любовь, она такая, да. И я не буду это даже, ну не знаю, я буду это, наверное, замечать. Потому что я буду снимать ее протез перед сексом, чтобы он случайно не попал мне в яйца. Или еще что-нибудь типа того. Или если у него выпадет глаз стеклянный, я буду его поднимать и говорить, у тебя глаз укатился под стол. Там смотри, чтобы кот его не загнал никуда. То есть наверняка я буду ей помогать, поэтому мне придется обращать на это внимание. Но я не буду ее считать неполноценной или еще что-то. И не считаю. И я как не абстрагируюсь от того, что у меня никогда не будет женщины. Но я не буду никогда, естественно, встречаться с девушкой, там, Дауном, например. Ну, понятным причинам. Ну, я нормально отношусь к девочкам Дауном. Ну, возможно, если там какая-нибудь дочка Камада, я знаю, что у нее есть синдром Дауна. И там будут боять чуть большие деньги, там, и политика в будущем, да. Ну, разные ситуации даже в этой связи бывают. Но все-таки каждый себе пытается найти здоровую пару. Именно потому что, ну, типа, потомство и все такое. При этом я благодарен, что моя женщина живет с идиотом. То есть, как бы. И у меня это плохой генофонд. Ну, в плане одноногости, как бы, есть мнение, что одноногость, она, как бы, облегчает доступ. Ну, ладно. А в плане синдрома Дауна, там, не знаю почему, но вспомнилось, дауны, они на Западе называются монголоидами все. Почему так? Потому что в Средние века было принято считать, что дауны это потомки монголы. Да, монгольский идиотизм, короче, была болезнь. Ну, монголы, я думаю, до сих пор, в принципе, можно проводить, знаешь, там, специальные соревнования, там, по шахматам между монголами, даунами. В Японии японку изи снять не унимается чувак, да, ты, господи, в любой стране изи снять кого угодно, это мужчина и женщина. Если ты не полный урод, то ясно, что ты можешь где угодно кого угодно снять, прям ты какую-то Америку открываешь. Нет, я понимаю, нет, возможно, даже в Саудовской Аравии можно снять, как бы, телку из Саудовской Аравии, но гораздо легче перевезти к себе беженку из Украины, чем японку. Сейчас целый рынок, как бы, открыт. Беженку из Си. Да. Беженку из Сирии, ну, нафиг она тебе нужна. Ну, на саду. Хохлушка-то все-таки, она тебе борщ будет варить, там, и все такое. Главное, чтобы там потом вдруг, знаешь, там, как в драме какой-нибудь, я как-то смотрел фильм, там, баба, у нее, короче, муж, я не помню, какая война была, чуть ли не Великая Отечественная. Там, а, да, Великая Отечественная, там ушел воевать ее мужик и, короче, погиб на войне. Она вышла замуж, но не особо счастлива, детей там, и потом они поехали на экскурсию в Валаам, куда свозили, типа, ветеранов, чтобы спрятать их с улиц. Типа, всяких безногих, безруких, потому что, как бы, ну, в Совке не было инвалидов, правильно? Поэтому их поселили в каком-то болоте, там, чтобы они побыстрее умерли. Вот, и они туда приехали на экскурсию в Валаамский монастырь, и она там увидела своего, типа, этого мужика без ног, там, ну, как обычно, вот. И он грустный такой сидит, типа, и она такая грустная, и что-то вроде шевельнулось у них внутри. А к чему я вообще ввел? К чего мы начали? Беженки из Украины. А, беженки из Украины. Так вот, главное, чтобы потом из-за ТО не вернулся ее парень без ноги, короче, и она назад не уехала. Блин, опять к инвалидам все скатилось, чувствую, к хорошему это не приведет. Ладно, ребят, простите. Я не знаю, почему у нас сегодня такое. Так, есть шанс, что персональный, что персональный компьютер будет впереди консоли для разрабов? Не думаю, не думаю. Но по тех, по железу и по картинке, которую выдаёт ПК, он намного лучше, чем консольки. Мама, папа, я веселая семья, и моя свинья не интересные порнофильмы, на мой взгляд. Смотрели ли вы фильм «Затопление всего мира, кроме Японии» я не смотрел. Как вам творчество Гоблина сто раз отвечали? Ну что ж, давай, у тебя там был какой-то вопрос про философию коронной, которую ты держал в рукаве. Ну да, там кто-то ляпнул, что философия – это наука. Возможно, саркастически, возможно, ещё как-то, но я-то никогда не утверждал, что философия – это наука. Я напротив, ой, эй, не буду брать трубочку. Я напротив, как я всегда говорю, что философия – это же не дисциплина даже. То есть это просто некий род жизнедеятельности, как ходьба или дыхание. То есть это… Вот науки бывают естественные – биология, химия, физика и так далее. Бывают гуманитарные, вроде филологии, например, и так далее. Но гуманитарные науки, они также являются дисциплинами хотя бы. Бывают как бы псевдонауки, вроде психологии. Но психология, она наукой не является, она тоже является дисциплиной, тем не менее. А философия даже дисциплиной не является. Она, в принципе, на псевдонауку даже не тянет и не пытается быть вообще никакой наукой. Философия это просто гипертрофированное мышление, то есть по тому или иному вопросу. Это, скажем так, такой рот аристократической жизнедеятельности для элит. Ну вот как вот бывают, например, оргии, как в фильме «Широко закрытыми глазами», где богатые люди, элитные, собираются друг к другу. То есть, занимаясь философией, ты представляешь какую-то... То есть, сидя в конфе с каким-то сарматом, крабровым, ты представляешь, что вы в оргии какой-то участвуете. Ну, не обязательно это представлять, это и есть. Это такая как бы circle jerk, то, что называется, американцев как бы. То есть, ну, игра в балет, как бы, есть такое понятие. Line time спасибо за подписку. То есть, как бы, игра в балет, про которую Ларин еще рассказывать очень любит в своих видосиках, то есть, вот, похоже. Все в этом нет ничего плохого, просто есть вещи в жизни, которые ценны сами по себе, просто по факту своего наличия. Например, алкоголь или шоколад. И вот философия, она к ним относится. То есть, поэтому я против того, чтобы ее преподавали в вузах и так далее. Потому что большинство людей, которые отучатся на философов, они... Если человек родился, в принципе, в такой плебейской достаточно среде, он может сколько угодно читать Мопассана. Слушай, когда ты говоришь, я отключаю мозг, чтобы не слушать, я заметил. Не задавайте больше про философию вопросов. У Бермаргинала есть его эфиры, которые... Я надеюсь, ты не обиделся, потому что ты у меня в гостях, поэтому я работаю первым номером, естественно. Если бы я пришел к тебе на эфир, я бы молчал и слушал про Мопассана. Но фишка в чем? Фишка в чем? Когда Маргинал приходит, Сой... Сош... Совиатина, спасибо за подписку. Давайте обсуждать. Потому что мы можем послушать про Мопассана у Маргинала. И здесь он приходит, у вас есть возможность задать вопрос какой-нибудь. Например, почему у Мамока на экране такие большие розовые сиськи? И послушать его ответ, послушать мой ответ. И посмеяться. Какой Мопассан? Ведрить его в сраку. Давайте еще не... Мопассан, Абасан, да, Мао Дзидун, старый Пердун, там... Ну это вообще не философ, на любом случае. Связано ли обилие жанров японского хентая с отсутствием религиозного догматизма? Ну, я не очень понимаю, к чему ты клонишь. То есть ты хочешь сказать, что, например, где-нибудь в Иране или там в... В Саудовской Аравии, опять то же самое, как в самой дичайшем, или там в Катаре, как в самых дичайших исландских государствах, не может быть порнухи как таковой, потому что они боятся, что один из участников этого порно будет похож на пророка Мохаммеда или что? Я просто не очень понимаю, к чему... К чему? Или ты имеешь в виду, что в принципе... Нет, я правильно понял твою позицию. Нет, 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 я пытаюсь перечитать, но японский хентай с отсутствием религиозного догматизма. Я вообще не знаю, как бы, если вот Маргинал говорил, что там много богов, если там бог щупалец или еще что-то. Я думаю, что у японцев другое. У них, типа, просто, ну, такая легкая отмороженность, типа, и не более... Ну, две ядерные бомбы, шутка, что ли? Блин, в натуре. Где найти эфир Маргинала? С Мэд ФМ. Мэд ФМ, он вещает на Мэд ФМ, причем довольно часто, плюс сможешь найти его в странице на Ютубе. Уебер Маргинал, как бы. Ты, кстати, Марго, можешь найти в стримах моменты, где мы с тобой вот... И прошлый, я вижу, НТК гейминг, и вот это. Ты можешь просто вырезать, если хочешь, залить себе. Я против не буду, потому что... Да, я, наверное, так и сделаю. Потому что, ну, типа, тебе просмотры не помешают, как бы. Пусть там большинство твоих фанатов довольно деструктивно и относятся ко мне не очень положительно, и начнут говнить, что я там тебя перебиваю.